Капитальный ремонт – больная тема горожан. Вопросов у людей накопилось очень много. К примеру, должны ли пенсионеры платить за такую услугу? Если пожилой возраст, за 80 лет допустим, то по закону платить люди не должны за капитальный ремонт. А выяснилось, что они должны платить. Все, что 80, что 180, все должны заплатить, а потом им возвращают. Это канитель государственная, зачем нужна? Если не должен платить, значит и не должен платить. А то ты плати, а потом жди, когда тебе вернут, а может и не вернут. Действительно, по закону денежные средства, которые пенсионеры уже перечислили в фонд капитального ремонта, компенсируются органами социальной защиты. Актуальными для жителей города стали не только финансовые вопросы. Стояки, значит, теплоснабжение, крыша. Ну, это как обычно во всех домах, вот в нашем округе, у всех одна и та же беда. Нам запланировали сделать капитальный ремонт подвального помещения, но в настоящее время острая необходимость у нас в том, чтобы сделать ремонт теплоснабжением. На проведенный капитальный ремонт дается гарантия 5 лет. Управляющая компания, в свою очередь, должна обеспечивать стабильное обслуживание здания и, по необходимости, текущий ремонт. Вопрос обслуживания в дальнейшем. То есть мы не говорим, что эта нагрузка должна уложиться на управляющие компании. Но управляющие компании, проводя осенне-весенние осмотры многоквартирных домов, должны обращать внимание как раз на те вещи, которые проходили по программе капитального ремонта. В случае обнаружения каких-то недостатков, касающихся именно не текущего содержания, а все-таки капитального ремонта, обращаться в своевременный фонд. Иван Тимофеев, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.